Рада, что вы все пришли. Мы решили, что не будем много говорить. Начнем со знакомства. Меня зовут Катя, это мой муж Саша. Вместе мы пивоварня Брют. Собственно, дегустацию сортов, которые вы прошли. Сегодня у нас будет пять сортов. Презентуем мы в первую очередь нашу новинку Berliner Weisse с мангой маракой. Это кислое пиво, но скулы не сведет, даже не ждите, не думайте. Также для любителей классики у нас есть пшеничка в немецкой стилистике. О других трех сортах расскажет мой муж. Ну, там все просто. Это два мелкшейка. Мелкшейка с ананасом и мелкшейка с ананасом и кокосовая стружка, вымоченный в роме. И завершать нашу дегустацию будет тоже новый модный сорт. Это Брют Иппа. Новое веяние пивоваров. В Калифорнии это западное побережье, наверное. В общем, ребята в Калифорнии начали варить Брют Иппа. Это такое очень сухое, пустотелое, максимально питкое пиво с сильной газацией. И кто-то даже забавляется с винными дрожжами, чтобы придать такой винный профиль. Кто-то там, мы, если что. Вот мы тоже решили пойти по этому пути. В общем, давайте не будем давно говорить, потому что душно, жарко. Давайте лучше выпьем пиво, да? Я думаю, никто не против. Отлично, все, тогда поехали. Начинаем с Вайфена. Да, спас, спас. Начинаем с классического. Давайте мы всем покажем. Это наш постоянный сорт. Мы его давно варим, давно продаем. Людям он нравится. Мы сейчас узнаем, насколько он понравится. Нам тоже он нравится. Насколько он понравится вам. Да, дело в том, что на самом деле Саша очень большой поклонник всех видов пшеничного пива. И, собственно, я очень долго не хотела его варить, но Саша, естественно, меня переубедила, и мы не могли его не сварить. Ну, давайте пару слов расскажу, там, если кто интересуется о самом пиве. Это, как раньше было сказано, Weizen в немецкой стилистике. В засыпи здесь два солода. Это Bilsen, светлый чменный солод, и пшеничный. Собственно, классические для пшеничного пива хмели Перле и Традишн. Многие, на самом деле, современные там крафтовые пивовары и многие другие ребята используют Сааз, он же жатецкий хмель. Но нам кажется, вот мы пробовали несколько раз варить с Саазом, и он прям дает такой не совсем приятный и нужный аромат для Weizen, который забивает вот эту всю бананово-гвоздичную историю, которая делается здесь дрожжами. Ну, дрожжи здесь ВБ-06. Вот, в общем, классическая элевая пшеничка, без горечи такой, какой-то грубый, явный. Теперь мы перейдем к нашей новинке. Берлинир Вайс с мангой маракуи. Это очень летнее пиво. Давайте его сразу наливать туда. Давайте мне его, дайте мне его. Да, если, ну, кто-то, может быть, не в курсе. Берлинир Вайс, в принципе, кислое пиво, не путать со скисшем. Это очень важно. Да, это важно. Вот, кто-то, может быть, сейчас впервые попробует кислое пиво, поэтому, как бы, ну, не удивляйтесь, не пугайтесь. Оно скула вам не сведет, но это будет кислое. Если ты пьешь кислое пиво, и там вот, ну, хочется вот это все обратно вылить и вылить потом, да? Больше никогда не пише. А если пьешь, тебе нормально, скорее всего, это кислое. Хотя, например, с... Это Валя так говорит, да? С этими, с ломбиками пельгийскими, особенно, такими там, хантильонами и черта еще, это вот, как правило, не работает. Там не подготовленный человек сразу выльет. Ну, как, как сыр, как, как были ссыры. Ты еще никогда не пробовал ссыры с плестью, и мы не все понимали, как это работает. Ну, до сих пор не все понимают. Да, да, так и с пивом. Нет, так это все дело с плестью. Просто кто-то потерпеть не может, в принципе, кислое пиво, и... Давай я расскажу. А я рассказал. Так, друзья, давайте разбирать. Передавайте. Да. Да, давайте пару слов про пиво, если тут, ну, кому... Может, мало ли среди нас присутствует в Бергике. В общем, нет, 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 нету эксплата. Все равно расскажу вам. На киево, что-то. Засыпь солода также 50 на 50. Пшеничный ибилсон. Хмель, поскольку он здесь, в принципе, роль особо не играет традицион, и он здесь чисто, ну, для какого-то, может быть, баланса. Вот, но хмель здесь почувствовать практически невозможно. И на кипячение мы добавим просто сок манго и сок маракуйя. Манго и маракуйя, они в большей степени ощущаются в аромате. Потом они остаются чуть-чуть на послевкусие. И, собственно, нашей задачей, мы, в принципе, с Сашей не очень любим варить компотики. То есть, чтобы ты делал глоток и понял, что ты пьешь пиво, а не пьешь какой-то сок. Да, пиво должно оставаться пиво. Хотя милкшейки – это одно большое исключение, которое мы попробуем чуть позже. Да, давайте, мы начинаем тогда разливать потихоньку наш… Создало время милкшейк. Да, третий сорт – это милкшейк. Милкшейк ипо с ананасовым соком. Вот, значит, пару слов про само пиво. 18 плотность, 7,2… 7 алкоголь. Подскажи мне. 7 алкоголь, да, и IBU 30. Вот, в общем, ну, стандартная история для милкшейка. Очень такое полное, достаточно сладкое тело за счет лактозы, которую мы добавили сюда. И также есть легкая-легкая кислинка и, ну, вот… Кислинка от ананасового сока, да. В общем, пробуйте. Почему мы решили сделать именно с ананасовым соком? Да, давай попаривай. Потому что мы не хотели, чтобы аромат от других фруктов и ягод сильно-сильно перебивал само пиво. Ананас, он довольно-таки нейтральный, но при этом он дает чуть-чуть ароматики. Как Саша сказал, чуть-чуть кислинки. И получается то, что получается. Пробуйте. Один милкшейк. На этот раз это следующая версия, так скажем, дополненная нашего милкшейка. Помимо ананаса здесь также есть достаточно большое количество кокосовой стружки, которая была вымучена в роме. Это версия милкшейка более сладкая и еще более фруктовая. А крепость какая? 7 градусов. 7 градусов. Оно ничем не отличается по крепости от предыдущего милкшейка. Все то же самое. Все то же самое. Все то же самое. Только на дображивание мы добавили некоторое количество кокосовой стружки, которую предварительно вымачивали в роме. Это, как я уже говорил, брютыпа. Сухое, очень питкое, сильно газированное пиво. Оно изначально варилось в Калифорнии. Несколько пивоварен крафтовых начали варить. Задумка была изначально сделать пиво с профилем, похожим чем-то на шампанское, чтобы это было весьма алкогольно, но при этом очень питка, очень сухо и весьма пустотело, чтобы такого пива можно было выпить достаточно много. Вот, несмотря на алкоголь. И здесь мы использовали, помимо пивных дрожжей, на дображивание закинули винные дрожжи. Вот, поэтому здесь, возможно, хмелевая ароматика будет несколько сдержанная, но при этом будет винный профиль. Семь и два. Вот, при плотности шестнадцать, то есть оно почти нас стоило. Здравия будь, с вами Пиво ТВ, я его ведущий пьяный советник. И ребята с пиво не брют. Всем привет, я Катя. Я Саша. Вот. Как вам сегодня обстановочка, ваша дегустация? Здорово, очень много людей, положительные отзывы, отличная обстановка, атмосфера, все весело, круто, круто. Бар маленький, а набралось столько людей, сколько мы даже не ожидали увидеть. Да, да. Это хорошо. Хорошо. И у меня такой вопрос, прям, чем вы вдохновляетесь при варке пива? Прям, вот вы видели что-то, а, надо сварить. При задумке, именно, мы вдохновляемся коллегами нашими, крупными. Ну да, типа более крутыми ребятами, такими, какая в Брю, например. Ну да, в основном на них ориентируемся. Они просто очень круто делают. А, были у вас какие-то разногласия, типа, я хочу сталок, нет, я хочу и по. Да, конечно. Ну, например, когда вы пшеничку варили, там, Вайсон, да, Катя просто не любит Вайсона. Я обожаю все, все проявления пшеничного пива, там, от Вайсонов до Витвайнов, как бы, и поэтому, да, мы долго думали варить, не варить, как бы, не могли прийти консенсус. А как вы решали эти разногласия? Там камень, ножницы, бумага, там, монополия, карты, шашки? Не, нужно было применять дар убеждения. Это было долго. Да, это мучительно, но мы к этому пришли. Да нет, на самом деле, чаще всего мы прислушиваемся друг к другу, и происходят такие моменты, когда мы просто садимся и обсуждаем. Я говорю, что я бы хотела сварить, Саша говорит, что хочет сварить он, и потом мы находим какую-то золотую середину. Все очень просто. Да. Ну и такой, напоследок, очень важный вопрос для нас, для всех наших зрителей. Вот вы остаетесь в тайге зимой, что вы выберете, валенки или шапку? Валенки, ноги должны быть в тепле, мне еще бабушка говорила. Да, валенки, ноги в тепле, голову в холоде. Ну и все. С вами был Брюд, Пиво ТВ. Пока. А где мы находимся? А мы находимся где? Находимся в баре Дегустатор. Прикинь. Мы здесь не впервые, да. Все уже ребята, всех знаем. Типа, можно сказать, как местные. Местные ребята. Помашите ручками. Хе-хе-хе. Помашите ручками. Проект. Поехали. Продолжение следует.